А вообще, как вы считаете, какова роль случая в биографии музыкантов? Потому что, условно говоря, считается, что если бы Балабанов в фильме «Брат» в саундтреке не использовал бы музыку Би-2, они бы не стали настолько прославленными. Ну, у нас, во всяком случае, коллективом, поработали бы в Австралии. В случае с вами, если бы судьба не свела с Аллой Борисовной, как вы считаете, талант все равно пробьется, найдет дорогу? Как вы считаете? Никто не знает, это же судьба. Ну, тем не менее, вы считаете, что все равно вы бы стали группой? Мы уверены, что мы стали бы. Это очень важно. А вообще, есть такое выражение, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет расписываться своим именем. Поэтому, действительно, вот, как Байкер Ли говорит, никто не знает. Но верить надо, потому что вера, она меняет пространство. А меняются ли у вас с годами музыкальные пристрастия? Вы, наверное, ну, собственно, как и все люди, там, что мы говорим, нашего поколения, там, росли на Битлзе. Я знаю, что у вас именно Битлз как-то, ну, произвели впечатление еще, когда вы школьником были. Да, Володя тоже. Наверное, аналогично. То, что было в детстве, там, в молодости, конечно, оно осталось, мы до сих пор это слушаем. Ну, а пересмысления нету? Вот сейчас не кажется, что, ну, на самом деле, не так уж это издорно? Или по-прежнему? Наоборот, наоборот. Наоборот, мы понимаем, да, понимаем какие-то другие стороны, понимаем, в чем была их сила, потому что это все… А в чем была их сила? В чем сила их была? Во-первых, в таланте необыкновенном. Во-вторых, в том случае, о котором мы сейчас говорили, что они нашли друг друга вместе и всех тех людей, которые были с ними. Джордж Мартин. Да, ну, и, конечно, они были первые в этой области, это тоже немаловажно, потому что вот сейчас на нашей Ниве, да, выросло столько всего, что сделать что-то новое необыкновенно сложно, это всем понятно. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».